Субтитры сделал DimaTorzok 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 тоже он играл профессионально не помню в каком клане команде он разъебывал на гензы очень сильно я смотрел его игру вообще большой молодец в этом плане вот но я говорю я зову всех потому что игра очень интересная очень прикольно и как бы с любым уровнем скила вы можете найти свой персонаж играть там мне нужны тиммейты поэтому это плюсов к заебаный овер я заебался играть с рандомами да и неправильно агитируешься тебе нужны тиммейты захоти их там играть микс мы тебя найдем сильных тиммейтов нахуй твой овервочи поэтому я всех зову не на самом деле игра крутая мне очень понравилось ладно мы поняли волкс он стрит продал овервоч но не будем сейчас торговаться давай вернемся немножко вот как бы так игре особенно не происходит просто в целом афет шока разъебывают на егоров потому что слово все-таки за пол карты у них отрыв более 6 врагов мне кажется что он не изменяется на самом деле чем все карты ну да вот как бы и горы конечно им нужно немножечко психологически контролировать ситуацию они этого не делают у них хороший не то что прям хороший ебанить какой но индивидуальный скилл у каждого он позволяет вывести блять всю залогу но немножечко нужно контролировать еще и тимплей на карту у них тимплей очень страдает они индивидуально стараются очень сильно ломиться особенно хоми блять сука бесит меня у него хороший потенциал как игрока он если напряжется он хорошо достаточно играет но он блять бесит тем что он игрок во первых непостоянный то есть он игрок настроение как я это вижу во вторых он совершенно не умеет держать позиционку никакую он ломается за правильный за счет своего и мы хочет взять добить и так далее но и не вычислик подводит у него и веконе как у афера того и если ты проседаешь по ему даталки у тебя иногда хорошая иногда хорошая подчеркнул позиционно играть позиционно просто не надо ломиться не надо делать лишние какие-то шаги угомонись успокойся и спокойно играй ну слушай мне еще добавить по этому поводу вот ты говоришь как бы не хватает тимплея но тимплеем нужен для того чтобы на самом деле выбивать афера потому что ушел к с афером это была ошибка аферы чистейший афер за себя повернулся вот и вот хоми надо как раз делать такие фраги вот как бы ловить людей на ошибках он может себе это позволить но успокаиваться афер берет трубу давай-ка посмотрим получит ли у него как-то разыграть эту ситуацию попадает он прикрывает верил то второе порядок чтобы и поэтому шоссе трубу заберут на хоме может ее выбить обратно по хору 1 года они другую гранатов заберет и сейчас поле сложится везет со спавнами на самом деле лаз-дансом очень сильно последний букв последние три смерти где-то наблюдаю за спавнами очень везет то есть они каждый раз друг другом рядом оказывается поле попал по аферу но не добил афер там попал за то вы как реакция конечно гибанить я смотрю промну я под впечатлением нахожусь я так наверно только блять под какими-нибудь блять веществами серьезными стимулирующими играю это плохо это вредный вот я хочу посмотреть за шога я очень сенька наблюдаю на паблике на своем любимом хэл 2 форэва на правах рекламы за которую блять если саньку ху кто заплатит да можете заплатить вообще не против на самом деле ладно мне мне заплатить на самом деле ну просто ладно в общем да неплохой действительно паблик там есть кстати говоря многие не знают но есть возможность авто распрыжки я этого не знаю вот вот в плане кстати динамичности игры она добавлять пиздец я вот на этот серый был ввел такой мод на турнир сервера что можно было блять авто распрыжки потому что добавлять скорости игре гибанить какой просто игра динамичность становится раза в четыре наверно может быть четыре с половиной не знаю точно но это прям очень вкусно смотришь шога такой в пизду кину-ка я в ракету по стволку вылезет на самом деле афер его с гранатами что касательно геймплея шога вот я бы его так сказал он не такой быстрый как афер но сука стабильный вот и поиграя с ним никси он заебал меня убивать просто с одного выстрела из шутгана это невероятные мир тоже если так ему дать разыграться но насколько я знаю у него 60 герц монитор у него достаточно слабый компьютер то есть ну нету у него девайса для того чтобы действительность себя продемонстрировать то время как вот разогнанность афера она во многом этим окупается он имеет сильный компьютер и хорошие девайса как бы под стать все таки я смотрю на его реакцию он использует преимущество своих девайсов про полными так прям иногда хуевает его реакции это очень круто но другое дело конечно как бы это half-life это мы конечно да все стримы играем в half-life понятное дело игра крутая не спорю но старенькая конечно всего потенциалом нужно что-то и посвежее почему тег называется ну команда называется last dance у него знает ну какие ну как бы вот турниры кланс united казалось бы да и у его команда называется last dance последний танец по моему довольно символично тем более по инсайдерской инфе скажу тебе что после ну буквально на днях на самом деле он переезжает в жить в израиль из-за финляндии если я прав в израиль да да выиграли нам уже так рассказывалось что нет эстонии чего он живет сейчас он на я говорю в финляндии да 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 он живет в эстонии сейчас и переезжает в израиль а у него какие-то корни еврейские что это я не знаю вот знаю точно что переезжает но вообще да в израиль насколько мне известно так просто типа и не переедешь не получше так просто то есть труда не может тусоваться там можешь но игрался получше только если у тебя корни из каких-то и близко и включили только в этом случае ну как бы там ни было вот пинг из израиля не очень хороший вот находится конечно рядом минимум 90 будет я думаю до европейских серверов с большим пингом а попадать хорошо за счет лагокомпенсации но вот с физикой проблем посмотри он то использовать все возможности игры он как бы и супер ловки и супер быстрый и так далее все прокачано еще здорово же смотрю и прям умали респектируем как сказал 21 физики художник я по-прежнему кстати говоря смотрю зашел на у него превосходная пациент постелка но не очень-то много попадает микро хуёвый у него конечно микроконтроль то есть в плане аима позиционка хорошая ему нужно чтобы айфер был рядом все время с ним вот потому что он может подоматить но он не до конца не доводит ситуация очень часто ему не хватает индивидуального скилла все-таки именно в плане аима то есть если айфер хорошо аиме то он из любой ситуации может как бы извести себя профит то вот шага в этом плане проседает если айфер например выходит один против двоих айфер может их разъебать шага так не сделает он даже он выходя один против двоих даже одного может не забрать он потеряется ситуация айфер на ими вывозит шага не хватает опыта и именно индивидуальной игры несмотря на то что он духой играет на паблике он не имеет бороться с кучей противников одновременно вообще ситуацию просто выносит красивый егор сейчас раскидал на него на него вот переключиться потому что только на его переключился он тут же впитал гранату от шага я сказал что осталось и чтобы отыграть больше двадцати фрагов конечно же первая карта я думаю без вариантов опять игры опять и горы проседают в плане морали очень сильно просет в плане как бы тимплея плане морали особенно то есть они оба игроки достаточно мясные все-таки в этом плане то есть ломиться отпиздить а там и как пойдет вот и нужно конечно контролить ситуацию больше они этого не делают они очень сильно расстраиваются если что-то идет не так а нужно хуй забить ой как хорошо и горка сейчас пошога попал ебать полосы череп блять просто присел прицелился блять хорошо вот надо вот так собираться надо не торопиться играть медленно айфер конечно да ну индивидуально перерегивают любого из них на мой взгляд конечно один из топовых игроков шоу то есть я вот смотрю он делает это блять ебанить конечно . он просто влачина и всех сделал сложнейший прыжок этот запят шога окей ну в общем изи для опера изи для опера не смогли и горы его к сожалению обыграть вот я бы так сказать что они все принципе здесь игроки достаточно мясные но плане микроконтроля конечно афер находится просто на другом городе выше это правда даже на 2 наверное даже это талант это прям я вижу что это талант серьезно ничего не могу сказать прям по всем параметрам афер блять серьезно переигрывает всех ну вся в этой игре по крайней мере вот я сейчас вернусь я пойду за солью личную жидкость из организма давай надеюсь что даже не моложе спасибо что я держи его крепче братан спасибо скоро буду тем временем я понятия не имею какая у нас будет следующая карта вот у нас буквально ну небольшое казино посмотрим надеюсь что это будет не интенсити учитывая что и нету по плесте было бы странно биохазард вау ребята комменты джерка на биохазарте вы можете себе это представить кстати говоря я достаточно редко мы видим ее на этом турнире она обычно либо в банах либо просто реки как-то не предпочитают ее ну очевидно да на банах есть или то есть у нее просто напросто дело не доходит это между прочим пин пик афера но сколько я знаю егоры принципе неплохо и играют типа я каждый раз когда мы играли с ними какие-то праки они ну и по всякому случае хоме точно предпочитала и она один на один тоже егор довольно часто и и пика посмотрим как обернется ситуация все ловкость афера прокачена просто на 120 вот мне кажется что с таким тиммейтом и если ты как бы принципе может постреляться с остальными двумя то команда афера и не должна иметь преимущество ну окей посмотрим посмотрим как это обернется